Обследование и постановка на учёт беременных в женской консультации Ненецкой окружной больницы проводятся в плановом порядке. Пациентки с подтверждённой коронавирусной инфекцией обследуются на дому. Все необходимые при беременности обследования проводятся в срок. При наличии любой сопутствующей патологии в сочетании с обычными симптомами COVID-19 беременных госпитализируют в стационар. Для поступления в родильное отделение Ненецкой окружной больницы у пациенток должен быть при себе сертификат о вакцинации или справка о ПЦР-тестировании. Согласно приказу мы у всех пациентов, которые госпитализируются на роды, берем анализы на наличие антител в крови коронавирусной инфекции. Если это пациентка экстренная, она поступает в срочном порядке, у неё есть симптомы, она у нас изолируется в специальный отведённый бокс, в специально отведённое помещение у нас для таких пациенток есть, до отрицательного анализа ПЦР на коронавирусную инфекцию. Среди заболевших в июле COVID-19 был выявлен у 10 беременных женщин. 8 из них перенесли заболевание в лёгкой форме. Одна заболела за пределами округа и переболела в средней степени тяжести. Ещё одна с тяжёлой формой заболевания была отправлена в Архангельскую областную больницу. В большинстве случаев инфекция у беременных протекает в лёгкой форме. Но риск тяжёлого течения коронавирусной инфекции у беременных женщин всё же присутствует. Многие препараты при беременности противопоказаны. Мы учитываем разные факторы. Противовирусные препараты и то, что мы сейчас используем для лечения коронавирусной инфекции. У них нет клинических испытаний, к сожалению, большинства, для того, чтобы использовать их при беременности. Лечим. Всё согласно протоколам. И пациентки у нас не без внимания. Медики напоминают, при появлении признаков острого респираторного заболевания беременным женщинам необходимо вызвать терапевта на дом или при необходимости скорую медицинскую помощь. Дополнительно необходимо информировать акушера-гинеколога по телефону о своём заболевании. Кроме того, начиная с 22 недели беременности, рекомендуется вакцинация женщин, которые находятся в группе риска тяжёлого течения заболевания. К ним относятся беременные с ожирением, женщины с любой формой диабета, даже гестационной. Добавлю, в июле Минздрав обновил методические рекомендации по вакцинации от COVID-19, в которых заявил, что препарат «Спутник Ви» не представляет опасности для беременных. Вакцина на плод не влияет.